Девушки отдыхают Ей пришло письмо из Пенсионного фонда России с предложением явиться для получения социального пособия на погребение, предъявив паспорт, снилс и собственное свидетельство о смерти. Подобное хамство является полным беспределом. Очень бы хотелось такое пресечь, написал возмущенный родственник. В комментариях к посту сотрудница местного отделения фонда извинилась за письмо, назвав его техническим сбоем, из-за которого перепутались списки умерших и их родственников. Блогер Александр Жоголев пишет про Самару на контрасте. Прошел чемпионат мира по футболу. Его все ждали. К нему готовились. Красили, замазывали, затыкали, подпирали, убирали лишнее, параллельно строили новое. Например, пятизвездочный отель посреди трущоб. Хотели в будущем быть привлекательными для иностранцев. Но в какой-то момент что-то пошло не так. На самом деле вся эта бутафория никогда не будет привлекательна для туристов. Колхоз имени Самары так и останется провинциальным скучным городком, которые будут отчасти спасать набережная, вертолетка, пивзавод, ракета в полный рост, самая большая площадь в Европе с великолепным театром оперы и балеты и конец Толстого, ЖД вокзал. С момента проведения чемпионата мира прошло почти полгода, а все эти декорации уже осыпаются и никому нет дела до этого. Начинаем обратный отсчет, сожалеет блогер.